Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! В этом видео я расскажу, что такое коровье вымя, почему оно обалденное, почему оно самое вкусное, если его правильно приготовить именно по моему рецепту, и почему, когда вы подадите вымя своим самым лучшим гостям, но не скажете, что это, они будут есть, плямкать за обе щеки и говорить, дайте нам еще добавки. Потому что здесь смотрим видео, и мы узнаем все ответы. Для того, чтобы вымя получилось вкусным, его нужно сначала вымочить в водичке. Я буду вымачивать его где-то около часика. Коровье вымя вымачивалось уже целый час. Теперь я его заливаю хорошей фильтрованной водичкой и довожу воду до кипения. Очень приятный сливочный аромат, минут 20 уже варится вымя. Сейчас я эту водичку сливаю и наливаю заново. Я думаю, второй раз можно было не заливать. Вымя уже сварилось, попробуем бульончик. Бульончик очень легенький, я не думаю, что есть смысл его оставлять. Вот такое оно стало маленькое, это нормально, потому что вымя это такой продукт, который очень сильно уваривается в процессе термообработки. Сейчас я приготовлю вымя тремя способами. Первый способ это просто вареное вымя, я его посолю и поперчу. Второй способ это я его буду обжаривать на сливочном масле без панировки. И третий способ тоже самое, но в мочной панировке и в кляре из яйца. Нарезаю пластами чуть меньше, чем сантиметр. Чтобы подчеркнуть очень нежный вкус вымя, я буду использовать именно белый перец и простую крупную каменную соль. Самое важное это обжаривать вымя именно на сливочном масле, на хорошем сливочном масле. От этого зависит весь успех вкуса. Прошла минутка или полторы, газ очень умеренный и я уже переворачиваю. Вторая сторона жарилась еще меньше, около минутки и уже все прекрасно. Здесь уже три варианта вымени. У меня просто текут слюнки. Сейчас вы узнаете, какой самый вкусный способ приготовления вымени. Оставайтесь со мной, диустацию я буду проводить со своим пшеничным самогоном. Он очень нейтральный. Класс, обалденно. Итак, вот это способ. Просто отваренное вымя, посоленное и поперченное белым перчиком. Вот этот способ, это вымя, обжаренное в сливочном масле. А этот способ, это вымя с яйцом в кляре и с панировкой в муке. Просто варенное вымя. Текстура очень нежная, похожа на язык, но еще мягче, но чего-то не хватает, обжаренные на сливочном масле. Здесь текстура еще мягче, но во вкусе уже присутствует именно ореховая нотка обжаренного сливочного масла. И очень богатый сливочный вкус, очень богатый, потому что, конечно, на сливочном масле. А теперь о бочной панировке. Панировки тоже хороши, но... Способ в панировке и в кляре замечательный, но в нем есть один минус. Это яйцо. В следующий раз я уберу яйцо, я оставлю именно панировку муки и еще попробую запанировать в очень мелких пшеничных сухарях. Это будет еще лучше подчеркивать саму нежность вымени. Это настоящий деликатес. Кстати, цена вымени всего 38 рублей за килограмм. Самое важное это выбрать вымя, которые не замороженные и, конечно же, от молоденькой телочки. Тогда оно будет вот такое огромное, огромного вкуса. Друзья, как всегда, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие красивые, аппетитные лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.